Турыстичный доведник по Гомельской области, дитяшин-авушальный додаток на тему безопасности, додаток-допоможник для людей со слабым слыхом. 25-26 студия у Гомеля в першиню пройдет хакатон социальных проектов «ЭПАМ Инжиниринг Джем». Инициатива уже прижилась в Минске, многие проекты сейчас находятся на стадии реализации. Основный партнер форума у Гомеля – областный выконавший комитет. Сегодня у компании «ЭПАМ» побывал Геннадь Соловей. Марина Джалая с подробностями. Каб зарабить свет вокруг нас лепш. Сирот проекта у туристичный доведник по Гомельской области, база даденных бездомных живел, додаток для заявки на адвокатскую допомогу, дитяшин-авушальный додаток на тему безопасности, навигатор для школьников и додаток для людей, которые слабо чуют. Помимо участия в бизнесе для наших заказчиков, мы очень хотим участвовать и в жизни нашего города, нашего региона. И вот буквально на следующей неделе мы проводим «ЭПАМ Инжиниринг Джем». Это хакатон, то есть марафон программирования. И мы будем делать около шести проектов, которые позволят решить социальные проблемы региона, города. И, собственно, это то, чем хотят наши сотрудники заниматься, помимо основной работы, это приносить пользу в том месте, где они живут. Я надеюсь, это будет только начало. Дальше у нас очень много планов. И хочу сказать спасибо руководству области за поддержку и помощь в нахождении вот этих нужных социальных проблем, которые мы попытаемся решить на хакатоне. По слову Геннадия Салауя, перспективы супрацовництва с «ЭПАМом» великие. Например, важно активно укоронять у работы промысловых предприемств интеллектуальный компонент. Так само больше уваги надавать сучасному навучанию программыванию детей у межах школьных занятков, а не только у специальных гуртках. А для тут важно спочатку дать ответные веды наставникам. Сегодня есть наше предприятие большой потенциал сотрудничества, но они его не реализовывают. И вот эти проблемы, которые есть, мы однозначно акцентируем внимание того, чтобы вместе решить. Потому что мы видим, что здесь на самом деле высокое интеллектуальное развитие. И те, кто здесь сотрудников работает, и свои новшества, которые они реализуют, они, конечно, востребованы. Но на территории Гомешины мы ими просто не пользуемся. Поэтому те проблемы, которые есть, мы будем вместе с ними решать для того, чтобы эти проекты могли быть реализованы. Ну и, конечно, считаем, что эта компания может быть для нас и интересной в плане привлечения инвесторов. Потому что Гомешина – это площадка очень маржинальная и для многих интересная. Некольки стремливая активность замежных партнеров – отсутность международного аэропорта. Наземный переезд от Минска до Гомеля отнимает больше часу, чем с европейской краины до нашей столицы на самолете. А вот про безвиз только становшие в отгуке. Дякую, что ему ЭПАМ отримал новых партнеров. Еще одна проблема – недохобы гостиничной инфраструктуры премиум-класса. Все лето будет означаться 20 годов с момента, когда офис компании ЭПАМ появился в Гомеле. Такие живут во всех областных центрах. Но в нашем размещены наибуйнейшие из региональных. На первом месте, зразумело, столичные. Причина успеха в Гомельской локации – это у тымлику и тесное взаимодействие с городскими университетами. Тут рыхтуют специалистов для дальнейшей работы у компании и тратить на это серьезные суммы. Выник – у ЭПАМ после отримания диплома утрапляют уже готовые специалисты. А сейчас тут работают 860 человек. В целом у ЭПАМе около 10 тысяч. Марина Джала, Юген Макенко, Телерадо, компания Гомель.